Всем привет! Вы, как всегда, на канале Муравьи и Муравьи. И хочу заранее извиниться за то, что долгое время не было видео. Дело в том, что я приболел, да и кое-какие там проблемы были. Вот, и, в общем-то, из этого я не мог снимать видео для вас. Но вот, дошли руки, да, что-нибудь вот получилось, появился хоть какой-то материал. И сегодня я решил вам рассказать о своих жуках, о том, что стало с моей колонией, так сказать, мучных червей, как они выросли и что делать при вот таких вот обстоятельствах, как у меня. Так что, желаю вам приятного просмотра. Ну, а мы начинаем. С момента прошлого видео о этой колонии мучных червей прошло довольно долгое время. Вот, и с тех пор много чего изменилось, а именно, сами особи. Они выросли, все эти толстые, огромные мышцы черви, что были тогда раньше, они превратились в куколки и позже превратились в жуков. В итоге жуков на данный момент, не знаю, около сотни. Ну, а когда они только родились все, их было, не знаю, около двух сотен или две с половиной сотни. Вот. Но, к сожалению, часть погибла, как всегда, эти жуки не особо долго живут, вот. Но, к счастью, они успели отложить довольно большое количество яиц. И из этих яиц уже на данный момент очень активно появляются мучные черви, ээээ, так сказать, новое поколение мучных червей. Все те мучные черви, которые вы сейчас видите на экране, это уже новое поколение. То есть, из яйца появились маленький червячок, и он потихоньку рос. Это, безусловно, меня не может не радовать, ведь дело в том, что надо как-то кормить свои маленькие колонии муравьев. Не в смысле, что колония сама по себе маленькая и насчитывает мало особей. А дело в том, что муравьи некоторые у меня по размеру маленькие. Как вы знаете, плагиолеписы относятся к ним. Не нужно как-то давать им белок, поэтому я ждал, когда появятся уже руки, чтобы они снесли яйца. И чтобы потом уже кормить моих плагиолеписов и других мелких муравьев, так сказать, маленькими личиночками. Как я раньше и говорил, при появлении куколок, жуков, их обязательно нужно отсортировать в какое-нибудь другое место, в какую-нибудь емкость. Не знаю, знаете, подаются такие емкости для всяких болтов, винтиков, там, стройматериал и так далее. Вот, я вот туда сортировал всех куколок, чтобы они не были съедены как червяками, так и уже появившимися жуками. Нужно, кстати, не забывать кормить, я кормлю их просто, даю им большие кусочки яблока, им их хватает довольно долго, ну а корочки от них они оставляют. Кстати, пока я снимал это видео, у меня сломался мой штатив, который долгое время служил мне. Вот, к сожалению, просто отломалась ножка, ну что поделать, это же китайский штатив. Да, конечно, жалко, он очень долго мне служил, но с этим ничего не поделать, нужно как-то сбериться и придумать новый способ, как теперь держать телефон. Вот. Как вы помните, не стоит увлажнять, так сказать, террариум для мышечных червей и жуков. Дело в том, что овсянка, в которой они живут, очень легко плесневеет от любого попадания влаги. И поэтому нужно давать лишь те продукты, которые, в общем-то, не слишком текут, не слишком сочные, так сказать, вот, такие, как груши, их не стоит, потому что они быстро не съедаются, в итоге падают на дно и там начинают плесневеть, что не является хорошей новостью для как вас, так как вам придется менять овсянку, так и для жуков, которые могут умереть от этой самой плесени. Также, как вы заметили, я не убираю после жуков те остатки яблока и шкурок, которые от них остались. Дело в том, что жуки любят их в них ползать, любят в них, так сказать, селиться, ну и иногда их погрызают, так что можно оставлять вот эти шкурки от яблок, шкурки от бананов, они, как бы, все съедобное оттуда съедят и все засохшее оставят. И это будут дополнительные ходы, дополнительные микроквесты для этих насекомых. Тем временем, видео подходит к концу, я хочу еще раз перед вами извиниться за то, что долгое время не было видео. Как я уже сказал в начале видео, я болел и, в общем, не было настроения, не было желания такого снимать видео для вас, извините за это. Вот, и надеюсь, что в скором времени видео стану выпускать чаще, где-то пару раз в недельку, надеюсь, что так, вот, чтобы видео были интересными и вам они нравились. Ну и, в общем-то, у меня завтра день рождения, 8 ноября, и я надеюсь, вы сделаете мне подарок и подпишитесь на канал, ведь до сих пор очень маленькое количество моих зрителей подписано на мой канал, и около 30 всего процентов из моих зрителей подписано на канал, и 70 не подписаны. Так что, пожалуйста, сделайте красную кнопочку подписаться, серой, чтобы мне было приятно, чтобы мой день рождения прошел хорошо. Спасибо вам за просмотр, приятного вам время провождения, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok